Отсутствие лидерства это есть еще одна сторона настоящего проклятия. В 1974 году Александр Исаевич Солженицын очутился на Западе, вернее чуть раньше очутился, и прочел там в Гарварде известную Гарвардскую речь, которую, кстати, Путин цитировал недавно на Валдайском клубе, именно Гарвардскую речь Солженицына. И он там, конечно, Солженицын поднялся как критик советского режима, как узник лагерей, там все это понятно, и его, конечно, на Запад, как бы, опа, иди сюда, давай ругай Союз отсюда, на тебе хороший дом в штате Вермонт, вот, пиши свои книжки, как бы, и галкой на Союз. А он был, как бы, не дешевый фраер, как бы, он посмотрел на это все, на этот Запад весь. А вы знаете, что такое человеку с Советского Союза попасть на Запад? Да у людей голова кружилась десятилетиями. Они когда после наших магазинов, там, значит, с вареной колбасой вдруг видели, как бы, вот, современные супермаркеты, их тошнило от, не знаю, от всего вместе, и от того, что так много всего, от того, что я всю жизнь прожил, этого не видел. Короче, когда женщины наши приходили в женские магазины, там, с бельем, там, или с там, шмотками всякими, вот, они плакать начинали, говорят, неужели там много всего есть, а мы этого всего не видели, понимаете? Ну, как бы, вы можете понять, что только человек из Союза, из лагерей попал на Запад, он мог лет 20 находиться в сладком сне изобилия, да тут, как бы, если каждый день новый сорт пива пробовать, как бы, то можно до смерти еще все не перепробовать, потому что много всего, у нас только Жигулевская, у них, как бы, значит, тысяча сортов, а Солженицын был не фраер, Солженицын был матерый мужик, он раскусил это фуфло все за полгода, и когда его начали вызывать на какие-то серьезные такие трибуны, говорит, ну, давайте, поругайте нам Советский Союз, там, расскажите нам, как жить на свете, как бы, муж такой, типа, крутой, на фронте воевали, в лагере сидели, там, от Союза избежали, и от бабушки ушел, дедушки ушел, он им, как, начал двигать, как бы, такие темы такие, да вы вообще, главное больше, чем мы, и он им, прям, перечислял, что, 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 и вот, первое, что он сказал, у вас нет лидеров, вы стали, как бы, бабы все, размякли и оббабинцы, у вас нет мужского сильного лидерского начала, это первое, что он сказал Западу, вы все стали, как тетки в бане, то есть беззащитные, бесполезные и болтливые, говорит, вы все такие стали, кроме этого, у вас нет свободы слова, потому что у вас, если, например, тебе распихивают, если ты не можешь ни одного фильма посмотреть, если тебе 20 раз его не перерут на рекламу, то это не свобода слова информации, это издевательство, если ты в почтовый ящик за газетой залазишь, и вынимаешь туда целый пучок всякой-то рассылки там этой рекламной, это разосвобода слова, это издевательство, вы просто издеваетесь над всеми, вы закрываете рот тем, кого вы слушать не хотите, вы позволили меньшинствам управлять над большинством, это еще далеко еще было до гомосексуальных парадов, еще этого всего не было, у вас меньшинство правит большинством, а хамевшие меньшинства правят большинством, и вы ничего делать не можете, вы трусливые, малодушные, расслабленные, брехливые люди, ну это я, конечно, по-грубому изъясняю, он это все так философски так расчехвостил, это все, прям в тезисах, его когда услышали, больше ни разу не пустили на американской телевидении, говорит, все, спасибо Солженицын, до свидания, его правда не выгнали, он сам потом уехал, вот, кстати, повторяю, это очень важно, даже захотите прочитать, как бы, гарвардская речь Солженицын, 1974 год, очень интересная речь, очень, она небольшая, там может быть, там, 4 страницы, там, 3-4 страницы, он прям рентген делает западного общества, он там все лишь пожил-то пару месяцев, повторяю, наши на Брайтоне так и не поняли ничего, наибольшее количество людей с золотыми зубами на Брайтоне, говорит, он очень интеллигентный человек, у него полный руд золотых зубов, это же мечта советского человека, пыжиковая шапка, золотые зубы и красная икра в холодильнике, вот они приехали на Брайтоне, там у них есть теперь золотые зубы, икра в холодильнике, пыжиковая шапка, и они ходят по Брайтону, и друг перед другом улыбаются золотыми зубами, это у них рай наступил, этих наших, этих постсоветских, этих вот, а там через полгода уже все ясно, да какие полгода, там, если там, там через месяц все ясно, вот не дай бог окажется, в Вашингтоне или Нью-Йорке, там через месяц все поет, это какой-то ад, это лживая какая-то фантасмагория, которая скоро загорится с четырех концов, это какой-то Содом и Гамора, в котором дышать нечем, надо ввалить отсюда побыстрее, то есть такое чувство возникает у любого человека, который был в Америке, вот, ну если у него, конечно, совесть еще осталась, и в голове что-нибудь есть еще, ну, кроме, кроме там, значит, так что вот, вот такие дела, да, читаем дальше.